Такую коротенькую жизнь обрываете, еще короче делаете. Ну а зачем вы? Курящий на 12 лет меньше лет живет, чем ему отложено было. А зачем вы нас учите? Вам всех не научить, понимаете? Вы батюшка или кто вы там, да? Обо всех не сказано. Написано всем возвести истину. А если не примут, то грех на его голове. Он бы был, образ Божий сохранял, первое. Второе, не лежал бы, а работал. Так у меня уже ночь. Ну может быть и так, хорошо хоть не раздетые. Тут половина мужиков голые валяются. Не, не, я не такой, я вот одетый, работаю я, исправно служу. А тут сквернословят, безобразничают, блудят открыто. Это садом настоящий. Ну, как тебе сказать, я понимаю твое негодование, но... Как, тут говорить нечего? Это пришли к этому. Ну, а что делать? Что делать? А что делать? Если не блудить, то что делать действительно? Я не про блуд говорю, я про... А рулетка для этого создана. Все блудники, прелюбодеи сюда, сквернословы, все. Получается, ты сам блудить пришел сюда, дед. Мы пришли сюда, чтобы возместить, что никто не говорит. Что ожидает за это дело людей здесь? Какой гнев Божий грядет на вселенную? Да я понимаю твое негодование. Живьем в аду будут люди, гореть день и ночь. А Бог даровал царство, умер за грехи людей и Христос. Я же не буду гореть, я же не верю. Неверующий написано про него, про неверующего. Три тысячи лет назад, 13-й Псалом, Давид написал. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Все подведено. Ты меня не понял. Ты тарактолишь свою Библию, ты меня не понял. Я же не сказал, что я неверующий. Но я и сказал неверующему. Неверующий, что он не верит, значит Бога нет. Я верю в великое начало, но я не верю в Бога. В великое начало. А кто его сделал в начало-то? Его? Ну, какое-то разумное существо. Ну, какое? Какое? Что вилять хвостом туда-сюда? Бог сотворил. Одни называют так, другие так. Бог живой, к которому можно обращаться и молиться. Так Бог или Иисус создал? Два миллиарда, двести миллионов христиан. Два миллиарда мусульман. И каждый день молятся эти люди. Так я притепись уже, Бог или Иисус? Бог или Иисус? Сколько вам лет-то? Иисус был один из посланников Божьих. Ну, вот вы много знаете. Вы, наверное, считаете эту книгу, да? Нет, я Коран не читал. Не читали? У вас вообще каша в башке. Я ни Коран, ни Библию не читал. Ну, вот так. Книги, которые... Как Маяковский писал, говорит, с Лениным в башке. А теперь ничего нету, даже Ленина нету. Ленин, ну... Ленина я читал некоторые книги, конечно. Что там считать? Бред один. Почему? Бандит. Он хуже Гитлера в сто раз. Какую страну угробили? Какую? Какую? Которая была одна из передовых в мире. И на самый низ ее сбросили. Когда? Что когда? Комсомольская правда пишет на развороте. Если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы было сегодня 650 миллионов. Полмиллиарда нету. Куда? За время только перестройки 120 миллионов абортов сделали. Куда? Да кудахтались. Так правильно. А зачем нищету плодить? Главное, нищету. Это при этом строй, строили, строили, сто лет, нищета. А при старой власти Менделеев был 18-м ребенком в семье. Сейчас 18 на область не найдешь. Так зачем, говорю, нищету плодить? Ну вот потому что и дошли до этого раз без Бога. А мы не считали нищету. Отец с фронта пришел без руки. 10 детей у нас. И ни одного больного нету. Ни одного преступника. Ты еще вспомни войну 1812 года. Да. Мы движемся вперед. Вы сегодня умрете. Куда пойдете дальше-то? Вот вопрос один. Когда умру? Да. Когда умрете, что дальше? Когда я умру, я буду разлагаться на атомах. Все. То есть вы ничем не отличаетесь от таракана. Умер, ничего нету. Хоть что творит. Какая выгода быть добрым-то, если ничего нету? Так я не говорю. Все позволено. Как Иван Карамазов говорил у Достоевского. Если Бога нету, узда сброшенного. Крупская считала религию узда для масс. Вы что глупите-то? Вы же понимаете. Так я понимаю, что религия одно средство управления массой. Масса. А вот масса. Вот это и есть. Да. Управление. Не надо его управлять. Он сам управляется Богом. Бог полагает на сердце. А неверующий для чего живет-то? Скажи. Ну, утром сегодня ты встал. Не помолился. Что дальше-то? У вас ни молитвы, ничего нету. Разговора нет. Одна ложь течет. Ну, зачем эта жизнь нужна? Лев Толстой говорит. Лев Толстой говорит. Когда мне доказали, что Бога нет, от меня два года прятали разные шнурки и веревки. Жить не за чем. Ладно, я понял. Ты фанатик. С тобой толком не поговоришь. А о чем говорит-то безбожникам? Ему говорить не о чем? Ты его веруй. Склонись. Не гордись. А то я неверующий. Да ты лежишь на том, что Бог сотворил. По Божьей земле ходишь. Божьим воздухом дышишь. Бог дал все тебе. Жизнь, глаза, уши. Это руки людские сотворили. Руки сотворили. Дали зубы, чтобы жевал. Люди выбьют зубы, а не поставят. Я понял. Религиозные фанатики. Фанатики. Фанатик что такое? Объясните слово. Фанатик? Да. Зеркало подойди, и ты увидишь, кто такой фанатик. То есть вы не знаете. Ну так и скажи, не знаю, неуч. Ленин в октябре. Фильм называется «Ленин в октябре». И когда пришли жандармы. Об этом говорит нам Святая Библия. И первое, считаю, Адама и Ева согрешили. И весь мир сделался смертным. И умерло уже больше ста миллиардов человек. Но 2019 лет назад родился спаситель мира Иисус Христос, который умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И написано, верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот что написано в Святой Библии. Я понял. Это единственная книга в мире, которая говорит о том, что будет впереди. С точностью до одного дня. А при чем тут сейчас рулетка? Почему она мусульманская? А откуда я знаю? Тут процентов 90 мусульман. Почему она мусульманская? Их надо спрашивать. Я им отвечаю. Я пришел, я узнал от чего. Это место для блуда. Я говорю, кто изобрел эту рулетку-то? Не надо регистрироваться, ничего. И кадры мелькают, можно остановить. Кто? Не знает. Я говорю, двоечник, 15-летний школьник. Андрей Терновский. Он говорит, одни двойки, мне экзамен не сдать. Стал думать. И вот такое мне пришлось сделать. А власти одобряют. Они ударили по самому важному у человека. Блуд. И все собралось. Самое гнусное сюда. Наркоманы. Процентом 90 с лишним матерщинники. Тетьками трясут здесь. И анонизмом занимаются. Это нигде больше нет. А власть им выгодят. Пускай они тут вздыхают паразиты. Лишь бы на площадь Майдана не ходили. Тут все же понятно. Я этим кавказским говорю. Вы зачем здесь? Ну вот это вот познакомиться. Кого знакомиться-то? У тебя дома 4 жены официально разрешено. 4? Закон тебя разрешает. Но за каждую надо платить колым большой. Ну да. Я говорю да. А здесь 44 голые даром. И вы южные жеребцы пашите на северных кобылах. А вы священник? Да не обо мне речь-то идет. Мы пришли сюда. Господь говорит. Нужду во враче имеют больные. Здесь редко встреча с человеком, который знает, для чего Бог сотворил мир, для чего человек живет. Ничего не знают. Вот говоришь, сразу раз выключил, ушел. Он не может ничего ответить. Потому что блудный огонь спалил мозги. За время перестройки только в России уничтожено 120 миллионов младенцев. Государство погибло в вагине. Это без Бога. Пришли коммунисты к власти. И этот эксперимент, Достоевский предсказал Петр Михайлович, обошелся в 100 миллионов голов. Понятно. Без Бога нет шагу ни одного. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих написано. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Приговор вынесен. Надо веровать, жить по-божески, сходить в храм. Перед священником исповедоваться, он как свидетель перед Богом. Жить в святой православной вере. Не всех, кто какие-то головой нырнуть. Все хорошо. А вот если вы желаете больше узнать, у нас большие ресурсы. Вы запомните два слова только. Запишите. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. И вы запишите. Потом будете вспоминать. Вам это не в тягость будет. Игнатий Лапкин. Да. И по скайпу вы меня найдете. А если желаете сейчас зайти на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. Канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас на YouTube 17500 роликов. Это вот этот канал? Вы найдете о работе, о государстве, инфляция, политика, экономика, социология, любой вопрос. И все в основании Библии. Что Бог об этом нам сказал? Что сказали святые отцы? Что сказала мировая поэзия? Хорошо. Ну хорошо, до свидания. До свидания с Богом. Зовет людей, покайтесь, веруйте в Евангелие. Это жизнь короткая, одно мгновение уже на той стороне. А имя Бога знаете? Конечно знаем. Бог открылся. Моисей спросил, как звать? Он говорит, Сущий Иегова. Да, правильно. Все правильно. Восемь раз в Библии об этом сказано. А если бы слово Господь перевели по-другому, больше семи тысяч раз. Имя Божье скрыли, и не где-то в церкви. Да, правильно, Иегова. Да. Если бы что, это правильно, Библия. У вас что-то перевернулось кверх ногами тут. Не знаю. У вас вино прольется кверх ногами. Кто пролил вас? Нет, мы не вверх ногами. Мы нормальны. Господь зовет людей к покаянию, чтобы жили по заповедям Божьим. Жили по любви Божьей, ибо суд Божий приближается. Армагеддон. Ну да. А вы не свидетели Иеговы? Мы истинные свидетели Иеговы. Православные. Ну понятно. Мы его свидетели здесь на земле. Не по названию, а в действительности. Мы дорогую цену за это заплатили. Откуда вы узнали про это приложение? Нет, вы православные или вы свидетели Иеговы? Да. Скажите. У вас перевернутый рисунок-то. Там что-то перевернуло, Настасья. Ну посмотрите, кверх ногами стоит. Я разговариваю, это не могу. Вам больно там. Помогите человеку. Не больно. Это вам может там что-то как-то неприятно стоит? Ну как кверх ногами-то? Это же мозги затекут. А с этой перевернуло, Настасья. Еще раз. Еще раз. Все нормально? Ненормально, ненормально. Кверх ногами. Главное, чтобы вы нас слышали. Давайте, что вы еще можете сказать нам? У вас есть время нам проповедовать. Мы говорим о том, что Бог возлюбил мир и отдал за Него Сына Своего инородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Он говорит, есть свет и пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Понятно. Об этом говорится так. Деяние апостолов 4.12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А послание к Галатам 1.8. Апостол Павел говорит, если бы мы, или ангел с неба будет благовествовать не то, что мы благовествовали, да будет анафема. А когда после Армагеддона кто воскреснет? У вас рисунок кверх ногами. Ну и Бог с ним не обращается внимания. Да как это не разговаривать? Нельзя так сказать. Это не уважение просто. Ну ладно, я же даю добро на это общаться со мной. Ну все умышленно поставились так? Нет, мы не знаем, что не так, но у нас вроде все так. Ну переверните еще, смотрите, так и встанет на место. Воскрес наш Господь Спаситель мира. В третий день. Первое, когда Христос был распят, первосвященники, узнав, что прибежали испуганные воины, пообещали и дали денег, чтобы они сказали, что украли его, украли. А теперь говорят, а он не умирал, не воскреснул, сатана по-другому подошел. Так. Алло, алло. itaire. Субтитры создал DimaTorzok Спасибо.